В 21 год я уже старый, я уже все, я уже забыл, кто действительно писал Мцире, а подсказка будет? Я знаю, ты все знаешь, но не подсказывай батьке, хорошо? Батька же? Отец, да. Отец. Итак, если молодой отец ответит на 5 вопросов, то он получит 10 тысяч рубасиков. Кем был Чингисхан? Все, 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 все. Ты уходишь? Да, не буду. Смотри, я задам тебе 5 вопросов, если ты на них ответишь правильно, я заплачу тебе 10 тысяч рублей. Блин, а почему не долларов? Ну давай, ладно, я готов играть по твоим правилам, давай. Окей. Я готов тебя слушать. Как зовут тебя, ковбой? Мне кажется, ты меня очень близко снимаешь, что где-то тут поднимает глаз. Я боюсь, что не будет слышно тебя, видишь, что там мандулат торчит, это у тебя микрофон. Я понял. Руки уже устали держать. Меня зовут, это есть, да, тот самый вопрос на 10 тысяч рублей, да, который ты первый задал? В общем, ты можешь так думать, положай. Обычно я не представляю с настоящим именем, я представлю с настоящим именем, это Артур. Артур, я бы назвал тебя Диего. Диего, вау. Заметано? Заметано. Первый вопрос. А, в смысле, это не был вопросом? А, ну ладно, ну давай, давай, первый, я готов. Я думаю, что тот первый вопрос, это есть тот самый первый. Здесь есть и правило, когда нету никаких правил, понимаешь? Окей. Это самые главные правила на этой передаче. Хорошо? Я готов. Давай. Итак, мужчина в расцвете сил, который живет на крыше. Назови имя этого мужчина. Да это кто угодно, смотря на какой. Подожди, мужчина на расцвете сил на крыше? Подожди. Сколько тебе годиков, Диего? Мне достаточно годиков. Нет, нет, нет. А у меня же усы и борода, ты шо, котле 14 лет. 14 лет не так не ходит. Ты чехословак, кто тебя знает? Подожди, я должен запечатлеть, я пока думаю над твоим вопросом. Ты смотри, не гугли, не гугли. Не, 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 маленький хитет. Он уже собирает там вот это вот камерамэн. Обалдеть, обалдеть. Короче, на память. Короче, давай, короче, давай. Мужчина в расцвете сил, который живет на крыше. Кто живет на крыше? Не, ну у меня первый вариант это Карлессон, но разве он на расцвете, типа сил, у нас весельный, типа... Еще раз назови его имя. Карлессон. Это правильный ответ. А почему? Ну он же обычно такой, типа, пухляж. Почему он прям, ну ладно. Потому что он так один раз сказал. Мужчина в расцвете сил, ты не внимательно смотрел А это кинолента. Это мультик. А если кино с этим? Это Марвел. Это Марвел. Второй вопрос. Как еще называется растение алоэ? Ну, алоэ вера. Алоэ вера. Обычно так я прикалываюсь, парень. Но, ну вера, разве нет? Вера там не была. Ты посмотри влюх вам, что вера там не было и нету никогда. Алоэ? Да. А что, типа, можно точно так же? Как-то по-другому называли. Если бы тебе было столько годиков, как и мне, то я бы знал. А мне 21 год. То ты бы знал, потому что моя бабушка именно так называла алоэ. Алоэ. Именно так. И у меня росло три алоэ. Мои? Чувак, я без понятия. Я не знаю тебе насчет алоэ. Я даже... Я только знаю... Знаешь, типа, слушал много раз-то слова. Время всяких реклам с шампунями. Алоэ, знаешь, да? Типа, как вот... Алоэ это что-что со срюнями, да? Как у грибов. Как у маслин. Как у опят. Слушай, честно, я не знаю. Я не знаю, как еще алоэ можно называть. Вот. Ответа нет. Я не знаю. Мне кажется, я проиграл. Значит, я 10 тысяч рублей не получил. Если я подскажу тебе, то твоя десятка, если ты уиграешь, превратиться в тысячанку рублев. Готов ли ты слушать эту подсказку? Ну, давай, давай. Бывай, не бывай, все равно не знаю. Ой, подожди, подожди. У меня руки осекли уже. Ах, как же это жило. Как же это... Так, вы... Вот так вот я встану, и так... Я тебя, кстати, узнал. Да? Да. Я только не помню, как у тебя там называется канал, но ладно. Это было эротическое какое-то кинопроизведение. Да? Все верно. Ты только там без бороды и высый. Значит, это был не я. Подсказка. 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 В этом слове есть цифры. Какие цифры? Цифры... Это код какой-то? Цифра one hundred есть. Цифра есть one hundred. One hundred. И продолжение банкета. Подожди, а вы общаться это сто? Что? И сколько же ему годиков-то? Сколько лет? Сколько лет алоэ ему сто? Алоэ сто? Я не знаю, походу, я не могу произнести, мне на языке. Летится прям, а я не могу сказать. Ну, подожди, брат. Сто? Сейчас, 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 сейчас. Если ему сколько-то лет, то сколько ему лет-то? Сто лет. Ну, сто лет. Сто лет. Кто? А, ух ты, как зовут Николаса Кейджа? Николаса... А если сокращенно? Столетник, что ли? Ну, типа, да. Я не знал, я вообще не знал, серьезно. Диего, ты очень глупый человек. Мы продолжим? Давай, давай, бываю не бываю. Окей, окей. Я сегодня свободен. А что ты здесь трешься вообще? В смысле? Ну, что ты пастешься здесь? В смысле? В прямом. А я вот собираюсь вот по магазинам шариться. О, я тоже. Что тебе? Давай? А? Что давай? Давай в Мекси, ты хотел сказать? Нет. Я не пойду с тобой. Да, ну ты чего? Что ты еще? Могли бы сходить вместе, выбирать друг другу одежду. Так, третий. Третий, да? Итак, одежду он собрал, собирай со мной. Каким прибором измеряется атмосферное давление? Чувак, я знаю, но мне верится на языке, я не могу ответить. Я все это знаю, но это все типа... Подожди, атмосферное давление? У меня по физике два, чувак. Это геометрия, братишка. Почему геометрия тут? Потому что атмосферное давление. Я знаю, но я забыл, что это за слово. Я клянусь, что я знаю. Интересно, а так тебя будет слышно далеке? Раз, 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 раз. Поговори, поговоришь что-нибудь. Раз, 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 раз. А, говори. Раз, раз, раз. Ну, ты там поймешь. Чувак, я не знаю. Ну, чувак. А, подожди, я знаю, что я могу сейчас сделать. Не-не-не, ты не гуглит, не гуглит, не переживай. Звонись кому-нибудь. А? Сейчас, сейчас, сейчас. Атмосферное давление. Я не гуглю. А что ты делаешь? Я захожу на YouTube. И ты будешь атмосферное давление? Нет. Как же тебя зовут? Жемотель Ажен. Жемотель Ажен? Ви. Я не знаю. Дело в том, что я знал ответ на этот вопрос. Где-то я его... Ну, я просто сам это знал. Сейчас я подскажу себе, а? Но твоя тысячелка при выигрыше превратится в 500 рублей. Готов ли ты дальше? Была, не бывает. Идоложайся. Я уже забыл. Была, не бывает. Играем. Была, играем так. В конце этого слова есть метр. Да, это по-любому есть метр. А что в начале? А в начале это то тусовочное место, где ты можешь зайти, выпить пару шотов, затусить с друзьями. Думская метр. Ладно. Думская метр. Понятно. И дотусуешься. Варень. Так. Выпить с друзьями шотов. А, барометр? Барометр. Господи. Господи. Мне кажется, я опять не узнаю ответ на четвертый вопрос. Ты мне дашь подсказку, я при выигрыше получу 0 рублей. А потом я вообще буду должен тебе при пятом вопросе. Возможно, ты неплохо придумал. Возможно, так и будет. Четвертый вопрос. Мясело, кстати. В какой стране принадлежит Гренландия? Все, все. У меня по географии просто колд двойка. Вот я тебе отвечаю, чувак, вообще без понятия. Я географию даже специально в школе не учил. Я без понятия, что, где, Гренландия. Даже если ты мне дашь карту, я тебе даже не покажу, где она находится. Я тебе клянусь. Вообще не знаю. Без понятия. Даже с подсказкой. Нахрен подсказкой, да? Ну, тогда тем более, все. Нахрен, да? Про географию я вот тем более, все. Я сдаюсь. Не знаю, к сожалению. Вот видишь, я как уверенно пошел? То, что вот на десятку, а тут вот это вот. Позор. Двоечник мужской. Ну, в целом на срань, как бы. Ну, да, у нас как бы даже интеллектуально я дошел. Да, ну, вообще непонятно, какое. Не понятно. Без понятия чего, вообще. Ладно, чел, тогда я погнал дальше. А пятого не будет? Никогда, никуда не будет. Ты не ответил, я пошел дальше. Окей. Окей. Давай сделаем прикосновение. О, о, вот, вот так. Давай, вот так. Вот так. Ну, все, давай. Все, давай. Ну, все, пока. Все, давай. Пока, пока. Давай еще, круто. Дожди, подожди. Это удобно все, это кулачки. Вот так. Все, да? Конечно. Ладно. Давай, давай. Я пока. Давай, иди. Здравствуйте. А вы не поучаствуйте в моей передаче случайно? Не хотите, да? Девушка, а вы? Нет? Поучаствуйте в моей передаче? Можно отвечать на вопросы. Ну, типа, да. Нет? Давайте. Давайте. Выправим. Так, подождите. А давайте с вами в тенек уйдем, потому что что-то такие вот... Солнышко прям так светит. А о чем вы прошли? Что-то мой фильтр не исправляет. О, 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 о. Вижу, залетело что-то в рот. Так, 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 так. Отлично, отлично. Какой шикарный, какой шикарный кадр. Обалдеть. А как он зовут? Екатерина. Екатерина? Екатерина. Я так и думал. Фу. Екатерина, если вы ответите на пять вопросов, я заплачу вам 10 тысяч рублев. Вау. Кайф? Супер. Супер. Я прошу вас говорить погромче в эту колбаску, чтобы вас было слышно. То есть, когда будете говорить, прям говорите в эту колбаску. Хорошо? Да, хорошо. Отлично. Когда отмечают старый Новый год? Валдеть. Когда же отмечают этот новый, старый, старый Новый год, когда отмечают? Все, 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 не ко мне. В Россиопе, в Россиопе. Не ко мне. Катя, неужели ты никогда не отмечала старый Новый год? Это неинтересно. Ну, как, а это неинтересно? Отмечать старый Новый год или что? Ну, в принципе. В принципе, что неинтересно? Отмечать какие-то даты. Отмечать какие-то даты неинтересно. И днюшку? И днюшку. Я терпеть не могу свою днюшку. Мне в детстве ни хрена не доели подарков, я не люблю свою днюшку до сих пор. Но вам нужно это проработать. Что делать? Ну, просто, чисто мое мнение по праздникам. Вот. А почему старый Новый год? Как ты думаешь, Катя? Что призвули на ерунде? Новый год. Может, по старому календарю? Что-то там случилось, загадаю. Да, но это все понятно. Просто я не знаю число, типа, на какое-то количество дней, типа, 7 или 14 раньше, или позже. Ну, ладно. Так вот, если 1 января, это, типа, Новый год. А старый Новый год? Ну, 7-го Рождество. Ну. Ну, она вряд ли же 7-го, да? 14-го, пусть, 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 не знаю, 12-го, 11-го. 14-го? 14-го? С 13-го на 14-го? Да, отлично. Все, с 13-го на 14-го. Да, вот так вот. Все, победа. Сейчас будет второй вопрос. Второй вопрос будет сейчас. Итак, кем был? Кем был? Чингис Хан. Все, 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 все. Ты уходишь? Да, не буду. И прощаться не будешь тоже? Ну, я могу сказать до свидания в публике, зрителю. До свидания? Да. Хорошо, скажи. Вот, я могу попрощаться. Попрощайся. Всем пока. Хочешь еще что-нибудь скажи? Чем-нибудь расскажи? Нет, не хочу ничего больше. Кому-нибудь привет, нет? Можно с вами, да, поговорить? Со мной? Да. Только со мной? Да. Без камеры. Без камеры? Да, без камеры. Обалдеть, а что можно со мной говорить без камеры? Со мной никогда в жизни никто не говорил без камеры. Это ужасно. Да? Да. Работа такая. Да, ужасно. Екатерина, о чем вы хотите поговорить с вами без камеры? Хочу спросить, что за камеры? Это Sony 6300 Alpha. Хорошо снимает? А? Хорошо снимает. Спивком покатит. Понравилось мне на нее смотреть. Да? Да. Видишь, она у тебя такая классная? Все, все. Мы сейчас простые едем снимать короткий метр, поэтому я вот такая вот типа на нее смотрела. Короче, я тебе рассказывал, можно с камер, пускай все знают. Я сейчас купил сюда фильтр, видишь? Фривеловский ND фильтр. Он как очки для этой камеры. Вот обратили внимание, да? Все засвечено нахрен. Я кручу этот барашек. И оп, он все это затемняет. Это так круто, ты себе представляешь. При этом я снимаю все в самом разрешении. А если бы его не было, я сейчас просто бы диафрагму бы убирал там еще вот, ну короче, просто уничтожил бы все качество. Такийку перец, перецвет. А так шпэнкс. Бомба, да? Просто бомба. Все, я погнал. Спасибо. Интересно, это парень или девка? Бля, хрен поймешь. Парень или девка? Непонятно. Титика вроде нету, значит парень. Вот стоит ковбой. Молодой человек, здравствуйте. Могу я вас снять в своей передаче быстренько, нет? Нет, да? Ну я вот смотрю на тебя и думаю, ну ты согласишься. Ты же ведь хороший и добрый человек. Как зовут тебя? Давай. Ты можешь придумать имя. Марк. Марк. Маркус. Маркус. Это передача, которая пока никак не называется, но она будет обязательно как-то называться. Я задам тебе пять вопросов, ответив на них, ты получишь десять тысяч рублей. Нормально? Это викторина? Это викторина. Окей. Окей. Итак, Маркус. Какого хрена ты в шапке видишь? Жарище на улице. Ну, хочется, могу снять. Офигеть, какие у тебя шикарные волосы. Почему именно этот цвет, Маркус? Да, просто захотелось, я знаю, не логично выбрать. Я бы выбрал розовый. Не знаю, банально, зеленый, реже встречается. Хорошо. Кто написал роман «Отцы и дети»? Тургенев. Ответил? Это неправильный ответ. А кто? Ну, я других вариантов в себе в голове не... Хорошо. Эта фигура на шахматной доске делает только диагональный ход. Слон. Кто? Слон. Ты гений? Сколько тебе годиков? Двадцать. Если еще мне шестнадцать. Отлично. Кто изобрел? Кто изобрел? Иницелин. Что, ты готов отвечать, что ли, на этот вопрос? Это сложный вопрос. На него никто не может ответить. Нет. Сейчас нужно просто... Офигеть. Плохая память на имена. Я могу рассказать историю открытия пенициллина. Ну-ка, ну-ка, давай. Человек, который открыл пенициллин, я буду вспоминать достаточно долго. Офигеть. Но... То есть, открытие пенициллина получилось случайно. Еще на котором его открыл, он оставил просто грибы в лаборатории. И их, насколько я помню, ну, просто забыл. В следующий раз, когда он туда пришел, он увидел, что в емкости, я не помню, в чем он их выращивал, с грибами и бактериями, бактерий как бы не осталось, остались одни грибы. И наш выделил вещество, которое в итоге назвали пенициллином. Сейчас я вспомню, как его зовут. Можно к нему вернуться потом? Вопросы. Типа, ты можешь вспомнить? Я могу вспомнить, да. Хорошо. Хорошо. Мы к нему вернемся. Итак, вопрос следующий. На территории какого современного государства находится Трансильвания? Венгрия. Нет, это неправильный ответ. Это неправильный ответ. Ну, это балканы. На щеке прыщ? Порез. Да ладно. Брился? Нет. Поцарапала кошка? Типа того. Собака? Это была женщина? Нет, кошка. Ну, это балканы. Кто? Это балканы. Трансильвания, да. Такого у меня здесь не написано. Если это не страна, я имею в виду регион. Если это не Венгрия, то это может Хорватия? В общем, если я подскажу тебе, то из десятки твой выигрыш превратится в тыщенку. Да, в принципе, не важно. Не важно? Да. Это страна, которая, ну, типа, рядом с тем, что ты назвал. На букву R. Румыния. Румыния. Сократ занимался этим, чтобы обострить, обострить мысли. Горас и так лечился от тяжелой болезни. А Суворов, Пушкин и Толстой просто были большими любителями этого года. Чем они занимались? Суворов, Пушкин и Толстой. Ездой и верхом. Ну, то есть, верховой ездой нет. Это единственное, что приходит общего между ними. Банальнее. Все гораздо банальнее. Ну, что, с физическими какими-то упражнениями? Это даже не физическое упражнение. Я могу сделать это прямо сейчас. Они ходили. Они ходили. Но ходили они? В чем ходили? Или без чего они ходили? Они ходили? Тут прозвучала подсказка. Вы подсказали этому парню? Слышал ли ты Маркус Дакаскус подсказку? Нет. У тебя плохо со слухом или что? Или ты такой обреченым? Просто не обращал внимания. Не обращал внимания. Без чего они ходили? Без обуви. Они ходили босиком. Ты будешь вспоминать про пенициллин? Попробую. На буковку F. Можно там вырезать. F. Да это мне не особо что-то даст сейчас. Как будто флейта. Как будто флейта. Флеминг. Ты молодец. И я тебе так много наподсказывал, что вместо 10 тысяч рублей ты получишь всего 500 рублей. Но все равно приятно. Ты доволен? Ничего не сделаю. Так. А цей дети это кто написал? Братишка, можешь отсюда 500 рублей взять? Мне просто так неудобно. Так я ответил Тургенев. Пятихатку оттуда вытащи, братишка. Только пятихаткой, хорошо? Да, да, да. Сотки оставлю. Так а почему не Тургенев-то отсыдительный? Да Тургенев, это был пранк. Ты чего? Это был пранк. Все правильно. Ну все, все. Спасибо. Давай, я погнал. Это новые участники в нашей передаче. Поучаствуйте. А то так руки отекли. Хочется побыстрее отснять уже все. И пойду. Хочу тоже кепку какую-нибудь модную. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Женя. А меня зовут Женя. А вас? Людмила Анатолиевна. Будьте любезны, не подсказывайте нам, пожалуйста. Хорошо? Как зовут маленького ковбоя? Иван Евгеньевич. Я тебе умоляю. Я знаю, ты все знаешь, но не подсказывай батьке. Хорошо? Батька же? Отец. Отец. Итак, если молодой отец ответит на 5 вопросов, то он получит 10 тысяч рубасиков. Что означает имя Виктория? Победа. Назовите, как именовали корабли США, созданные с целью полета на Луну. А сколько у меня есть времени на ответ? Около 40 минут. О, это мой дорогой. Не силен в этом пропустим. А мы тут пропускать-то не можем? Не можем, да? Это вот Маркус Докаскос такой был умный, нас пропускал, а здесь нет правила. Правило меняется каждые 15 секунд. Итак, подсказав, подсказав, десяточка превратится в тысячоночку. В тысячоночку. Нужна ли подсказка такая? Еще раз вопрос. Которые отправляются на Луну. Ну да, на Луну отправляли. Кого-то мы не отправляли. Так как это все называлось? Фильмов снято, как грязи. Ну ёк, Макарёк. Да не смотри на фильмы. Так, так, так. Евгений. Ёкарный бабай. Ну нет. Ничего такого. В голову нового не приходит слов. Подсказка идет? Идет. Итак, ААА-13. Так себе подсказка, да? Так себе вообще. Блин. Мне кажется, ты же кино не смотришь, да? Не смотрю за. Не смотришь кино. Тем более космический. Ну на букву А. А! Абрамс. Нет. Кто же... Есть, наверное, бог такой. Нет? Бог такой. Так, нужна подсказка. Нет. Ванек. Нет. Я не знаю, что. На букву А. Потом буква П. Аполлон. Аполлон. Это бог войны? А я не знаю. Нет, это бог красоты. А я про бог войны ничего не говорил. Я говорю бы просто бог. А, просто... Ну, Аполлон, Аполлон, как я знаю. Итак, вопрос номер следующий. Как назывался личный флаг императора, поднимающийся в месте его пребывания? Императора какого? Да любого. Сложная, да? Лабуда. Такие вопросики-то. Можно мы вдвоем, да, будем? Итак, как же называется? Лапсов. Рядышком. Рядышком. Итак, если вы сейчас, Евгений, получаете подсказку, то вместо тысяченки ваша выигрыш составит 800 рублей. Флаг императора. Короче, император прибывает. А эти, кто на берегу, втыкают. Вот этот флаг втыкают они. На букву нужна подсказка, нет? Да, втыкают. Подсказка-то нужна, Евгений? Да, сейчас подумаю. Ну, ладно, хорошо. У вас есть еще около полутора часов, чтобы подумать. Потом сядет камера и все. Хочешь, не хочешь, и передачи придется заканчивать. Нет, не знаю. А на какую руку? Не на какую. Итак, подсказка. На букву шт. Штандарт? Штандарт. Штандарт. Мы дыхаем. Совершенно верно. Штандарт, да. Назовите художника, который нарисовал эти картины на исторические темы. Боярыня Морозова. Ну, Боярыня-то Морозова. Боярыня Морозова. Не Шишкин же. Не Шишкин. Боярыня Морозова. Воснецов или Серов? Что вы говорите? Воснецов. Воснецов. Какие неправильные подсказки. Кто? Серов. Серов? Второй раз сказал. Александр Серов? Да. Я люблю тебя до слез. Он. Его зовут Васька. Вау. Василий Серов. И из-за подсказки, из-за подсказки, ваш выигрыш будет составлять 500 рублей. Итак, последний вопрос. Восстановление организмов, утерянных тканей и органов. Как это называется? Регенерация. Регенерация? Да. Аплодисменты в студии. Евгений, пятихатку отсюда вытащите, пожалуйста. Мне так неудобно. Спасибо большое. Ну все, миссия закончилась. Евгений, поздравляю вас с этой победой. Всего доброго. С нашей победой. С вашей, с вашей общей победой. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Здрасте. В передаче мы не поучаствуйте? Сфотографируйте. Да, давайте бахнемся. А, нет? Нет. Мам, сход ты назад. Мама с сыном в Сибири приехали, у меня в гости. Встань с другой стороны. Как зовут тебя? Жека. 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 Итак, ответив на пять вопросов, ты получишь 10 тысяч рублев. О, шикарно. Ну если, конечно, ты отвечаешь без подсказок. Понимаешь? Да. То есть ты мне не подскажешь, правильно? Сейчас мы по ходу пьесок все прочухаем. Блин, все равно мне кажется, что как-то вот так что-ли сделать даже? Ну давай так. Вот так вот, да? Блин, у меня потемки, если честно. Ну, конечно, потом я все это вытяну, но ладно, давай так, поэкспериментируем. Да, давай. Итак, Деннис, первый вопрос. А я могу пользоваться телефоном? Нет, конечно. Хитрец. Хитрец-то какой. Ну да. Вопрос номер один. Антоним, к слову, активный. Активный? Да. А антоним это что? Опа. И вот тебе уже нужна подсказка, да, Деннис? А сколько у меня подсказок? Но в чем прикол этой передачи? Это хитрая передача, потому что если я подскажу тебе сейчас, то твой уигрыш изменится и из десятки превратится в тысяченку. В тысячу? Да. За одну подсказку? Конечно. А, нет. Антоним, какого еще раз слова? Активный. Активный, да. Так, антоним, антоним, антоним. Не знаю, может, гиперактивный какой-нибудь или что-нибудь такое? Я думаю, идет бесплатная подсказка, что это был такой, немножко не такой синоним, но не антоним, понимаешь? Не антоним, да, я понимаю. Бесплатная подсказка, да. Это что-то такое же, правильно, наподобие? Типа, что должно означать одно и то же? Данная подсказка будет стоить тысячу, девять тысяч рублей. Да нет, нет, я отвечаю. Давай, давай, давай. Активный и энергичный. Это твой ответ окончательный? Да, это мой окончательный ответ, да. Нужна ли тебе подсказка, Денис? Да нет, нет, я думаю, нет. Я думаю, я правильно ответил. Ну, это неправильно. Да, я понимаю. Ладно, бесплатная подсказка, хрена, бесплатная, бесплатная подсказка. В общем, ладно, если ты воспользуешься подсказкой, то не тысячу, а пятерку ты получишь, договорились? Пять тысяч рублей. А, нет, я хочу больше. Ну, тогда передача заканчивается, потому что ты неправильно ответил. А, то есть я должен в принципе, смотри, передача заканчивается, если я отвечаю неправильно, да? Да? А, ну ладно, давай, да, я схватил. На пять или на тысячу? Не, на пять, конечно. А, на пять? Да. Итак, антоним, это наоборот. А, все, я понял. Ну, если он активный, то это пассажир. Так, активный. Антоним активности, если он неактивный, то он вялый. Синоним вялого. Вялого это какой? Неактивный. Па! Что па? Пассежур. Он пас. Пассивный. Пассивный. Супер. Хорошо, хорошо. А я почему-то перепутал, наверное, с аммонимами, да? Вроде как. Да, я думаю, что знаю, кто эти все черти, амонимы, амонимы. Кто автором «Цири»? Не знаю, но я знаю его. Раньше знал наизусть почти. Даже помню отрыв. Неужели ли строчки? Ко мне он кинулся на грудь, и в горло я успел воткнуть, и там два раза провернуть свое оружие. Нормально-то. Ну, я говорю, я знал раньше наизусть, это было такое мое одно из любимых произведений, но сейчас уже, к сожалению, не вспомню. Ну, неужели ты на пять тысяч рублей не можешь вспомнить? В 21 год я уже старый, я уже все, я уже забыл, кто действительно писал «Цири», а подсказка будет? Ну, из пятерки в тысяченку будем перелетать тогда еще. Да, ну давай, да, почему нет? Интересная такая передача. Ну, два топа, два топа, писатели, кто? Назови первого. Именно которые стишки вот строчили они. Топ номер один кто? Так это же не Пушкин в любом случае. А топ номер два? Ну, для меня, наверное, это Есенин. Так. А кто топ номер три может? В то же время, что и Пушкина они тусили. Так же коньки отбросил. Не знаю. С усиками. Не все с усиками были. В прикиде в этом. Военном постоянно тусовался. Блин, реально не помню. Мцирия, а почему именно Мцирия? Эл, первая буква, фамилия. Эл. Да. Лео. Леопольд. 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 Почему Леопольд? Лер. Лермонт. Лер кто? Лермонтов. Лермонтов? Да. Это правильный ответ? Это правильный ответ. Отлично. Супер. Что ж ты соображал-то башкой своей тречесание, а? Да не знаю, как-то вылетело из головы. Денчик, денчик. Итак, очень... Блин, это третий вопрос, да? Да, четвертый вопрос. Всем известно выражение «Беречь за зеницу ока». Но что такое зеница ока? Зеница ока? Блин, это что-то на старославянском, что ли? Походу. Со старославянского. Но ока это вроде как глаз. Опа. А зеница... Да, возможно, что-то такое, типа как... Ну, беречь глаз, наверное, я не знаю. Зеница ока. Что такое именно зеница, нужно ответить? Да, зеница ока. А, я знаю, зеницу это такой персонаж в аниме. Сам ты персонаж? Сейчас скажу, сейчас, подожди, подожди. Беречь, как зеницу ока. Они говорили «Береги, как зеницу ока». Как что? Ну, беречь, как самое дорогое что-то, что-то самое-самое ценное. Готов ли ты получить подсказку и остаться с выигрышем 500 рублей? Да нет, зеница это такой рыженький пацан в аниме. Блин, как все? Ну, ты понимаешь, что ты сейчас херню несешь, понимаешь? Демон Слэйр. Сам ты демон. Нет. Не, на самом деле, зеница ока, ну, ока это глаз точно, не знаю. А, ну, ты рядом, ты уже здесь. А, зеницу? Ты уже пасешься здесь, Денщик. Зеницу, зеницу. Ну, как что-то самое дорогое, не знаю. Береги свой глаз, я не знаю. Беречь, как зеницу ока. Нет, мне кажется, даже с подсказкой это сложно будет угадать. У меня такие подсказки, что сложно быть невозможно, чтобы было... Может, это метафора какая-то, что-то такое. Ну, что ты... Понимаешь, в этой передаче проигрыша не будет. Да, я понимаю. Понимаешь? Конечно. С нулем ты сегодня не уйдешь. Супер. Именно ты не уйдешь сегодня с нулем. Супер. Нужна тебе подсказка? Ну, давай. Итак, если ты отвечаешь правильно, то при выигрыше пятихатка будет твой приз. Супер. В глазу это, к ним. Ну, это в глазу. Чего у тебя в глазу? В зрачок. Ну, вот и все. Да, это зрачок. Все, зрачок. Зеница, это зрачок. Странное вращение. Зеница ока, зрачок. Ой, какой сложный вопрос. Зачем это ужас? Ты меня в жизни не ответишь. Дора только лобка. Я точно знаю. В жизни не ответишь. Подожди, чем-то другой сейчас тебе. Или давай на анимешную тему. О! Вопрос, на который не ответила девчонка с белыми волосами. Да, где она? Какой стране принадлежит Гренландия? Гренландия? Да, Гренландия. Я думаю, мне нужна подсказка. По географии у меня было минус... Если я тебе подскажу... Минус два. Минус два. Если я подскажу тебе, то твой вигрыш составит всего 300 рублей. Супер. Супер. Мне подходит. Подходит себе, да. Ну, это где-то там вот в Европе. Супер. Это вообще суперкрутая подсказка. Когда-то ими были викинги. Исландия. Но они в Исландии были уже потом, а до этого они были вот рядышком с Норвегией. Там были королевства норвежские, были другие королевские. Вот эти, да. Киеве королевства. Гренландия, Исландия, Норвегия. Да, и королевства. Да, и я. У тебя челюсть закрепил? Да, и я. Дания. Ты гений. Еееее. Супер. Что там, трешку я тебе обещал, да? Да, именно. Ну-ка цепаника вот отсюда вот трешечку, братишка. Еее. Супер. Все, Данька, я тебя поздравляю с этой победой. Спасибо. Время не подскажешь? Да, конечно. Зацепи, пожалуйста, сколько там часа? 2,41. Все, тогда я погнал. Давай. Добрать тебя. Снять наши группы, пожалуйста. Ништяк. Все, давайте. Маркус, ты там не уснул еще? Ну, слава богу. Давайте, давайте, ребята. Так. Все, эта передача закончилась. Снимать было очень тяжело. Все, онемело. Руки, ноги. Все, уже болит, стонет. Я не знаю, ребятушки. Если вам понравился формат в таком стиле, именно в таком стиле, то пишите в комментариях. Нам понравился формат в таком стиле. Если вам не понравился формат в таком стиле, ни хрена мне писать не нужно. Пишите что-нибудь другое или какие-нибудь другие моменты пишите. Я хочу напомнить о спонсоре нашей передачи. Это Евгений Ширьепродуксио. В описании будет сайт, где человек, который владелец этого сайта, может вам сделать всякие приятности. Какие приятности, вы можете почитать в этом сайте. Также у меня появился телеграм-канал очень прикольный, где одни приколы. Каждый день мини-классные приколы, которые заходят очень мне. Я специально ищу их, ржу не могу, а потом это выкладываю. И тем людям, кому близок мой юмор, тем и зайдут эти сумасшедшие приколы. В описании есть ссылка на этот телеграм-канал. Евгений Ширяепродуксио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова